Долетались, досмотрелись. Госавиаслужба ужесточила правила полётов для дронов. Зачем и почему это на руку ВИП-чиновникам? Галопом по больницам. Насколько медсчреждения готовы к внедрению реформы и почему медики уже недовольны? Экоактивность. Как же Селелуцка реку от мусора спасали и насколько это удалось? Ездить надоело. Почему в ЕС хотят отказаться от заседаний Европарламента в Страсбурге и сколько на этом сэкономят? Боевики на Донбассе притихли. По состоянию на шесть вечера на Донецком и Луганском направлениях ни одного обстрела. Огонь открывали только в районе Мариуполя и только из стрелкового оружия. Больше всего украинских армейцев беспокоят вражеские снайперы. Их, по данным разведки, в районе Донецка работает целая иностранная группа. Чем на это отвечают наши военные, расскажет Геннадий Вивденко. А это чего прилетело? Вот это с верхней стороны сейчас прилетел ВОК. Так проверяют время от времени бдительность украинских бойцов. Вражеских снайперов в первую очередь заставляют замолчать огнем пулемета. Привычная для наших воинов работа. Разбита снайпера за вчера. Я вылез от работы огнем на подавление снайпера. И вот он вчера настраивал сюда. Так называемые лежаки снайперов, как правило, находятся под Ясиноватской дорожной развязкой. По звуку выстрелов наши определяют, куда наносить ответный удар. Заводят заблуждение, начинают вести огонь со своих позиций. И под этим же пулеметным огнем у них проходит ДРГ вперед. Так они на прошлой неделе два раза пытались пройти сюда. Здесь есть такой термин «гусянка». Это значит, что из-за типичных донецких балок, то есть местных степных хребтов, слышно передвижение гусеничной тяжелой бронетехники. Наши фиксируют наращивание бронегрупп на линии Донецк-Ясиноватая. Но пока в основном тут провоцируют ВСУ из крупного стрелкового и гранатометов. Армейцы отвечают незамедлительно. Когда уже доходит конкретно дело до гранатометов, они уже все, тогда не понимают, что уже все, стрелять не надо. Передвигаться по передовым позициям под оккупированной Ясиноватой очень небезопасно. Под ногами зачастую не разорвавшиеся мины. Кроме того, участки прострела вражеских снайперов. Давайте, первую тройку разомыкали. Гори, за мной. Тут бежим. Разворачиваешься и бежим. Вперед, вперед, вперед. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Дроны под санкциями украинские чиновники ввели серьезные ограничения на использование беспилотников. Запускать их теперь можно только по специальному разрешению и на определенную высоту. Но самое главное, журналистам и простым гражданам будет сложнее узнавать правду о шикарных поместьях дорогих слуг народа. Детали в сюжете Игоря Левенка. Это имение украинских чиновников, народных депутатов, судей, прокуроров. Роскошные дворцы с бассейнами и теннисными кортами, спрятанные за высокими заборами. Как живут слуги народа, обычные люди узнали благодаря вот такому изобретению человечества. Квадрокоптер. Беспилотный летательный аппарат со встроенной камерой, управляемый дистанционно. Благодаря развитию технологий, журналисты получили очень удобный инструмент для фото- и видеофиксации с воздуха, чтобы в дальнейшем поинтересоваться у должностных лиц происхождением богатства. Нас мало интересуют остатки паристичных граждан. Нас интересуют те люди, которые служат народу, вроде бы я, но живут намного лучше, чем те, кому они служат. Сначала исследуем майно через декларации, через открытые реестри чиновников, судей, прокуроров и других государственных действий. И за помощью беспилотников мы снимаем остатки, маятки. Но теперь украинские власти ввели серьезные ограничения на использование беспилотников. Правила настолько жесткие, что запускать дроны можно только имея специальное разрешение и в отведенных для этого местах. Для того, чтобы полетать на высоте больше 50 метров, мне нужно получать дозволь за 10 дней перед полетом, вгадавши погоду, надавши час, когда я буду летать. Такие нововведения вызвали общественный резонанс. Ведь теперь де-факто запрещено летать над домами вип-чиновников, если к ним представлена государственная охрана. В любом месте правоохранители могут изъять беспилотник, проверить видео под предлогом защиты национальной безопасности. Например, я человек, который не нравится, что вы запустили дрон. Я телефоную в государственную авиационную службу. Инспектор выезжает на место и складывает против вас протокол. Инициатором суровых правил стала Государственная авиационная служба Украины. Один из авторов новых положений уверяет, они обеспечат порядок в небе. Как есть правило дорожного движения, вот это аналог правил воздушного движения, для того, чтобы вся авиация, все борты могли летать безопасно. Только кто будет следить за выполнением новых правил, пока не могут понять. Ни их создатели, ни собственники дронов, которых в Украине порядка 50 тысяч. Представники Державиаслужбы должны иметь что-то на зразок ДАИ, типа Карлсонов, которые будут конкретно летать и смотреть, где летают дроны и штрафовать властников дронов. Это очень размыто написано и привлечь к ответственности, я думаю, что по этим правилам будет тяжело. Пока новый порядок использования аэропространства имеет статус временного. Активисты же надеются, что руководство Госавиаслужбы пойдет на диалог и в правила внесут изменения. Игорь Левенок, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. 5 тысяч человек по данным организаторов и 3,5 тысячи по информации правоохранителей приняли участие в марше равенства, который прошел в столице. Акция в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества стартовала в 10 утра и продлилась около получаса. Шествие прошло без серьезных нарушений, но утром правоохранители перед входом задержали около 60 противников марша. Мероприятие состоялось под усиленным контролем со стороны полиции. К охране порядка привлекли около 5 тысяч полицейских. В марше приняли участие не только представители ЛГБТ, но и украинские и европейские политики, депутаты, дипломаты, правозащитники и обычные граждане. Хочу сказать важливый висновок, что враховывая этих пять десятков провокаторов, или человек, которые совершили правопорушения в сутки с полицией, в принципе, это и весь такой активный склад, которые пытались, которые совершили законодательство, противостоять каким-то заходам, которые сегодня произошли. 50 человек не могут сделать большой погоды в Киеве при крепкой полицейской работе. Нет декларации, нет бесплатного приема. С 1 июля по такой схеме будут работать терапевты, педиатры и семейные врачи. Платить за первичную помощь будет государство. Для этого создали национальную службу здоровья с бюджетом более 8 миллиардов гривен. День медика, который отмечает сегодня, Ксения Барвиненко, выяснила у врачей, как им работается в условиях медреформы. Медреформа работает уже почти полгода. За это время вопросов к Минздраву появляется все больше. Не хватает ни квалифицированных врачей, ни денег на лечение больных. Я думаю, что в этой реформе больше пиар, чем в самой реформе. Потому что те деньги, которые указываются, будут и за пациента, они слишком маленькие. Потому что заработная плата наших людей, эти 370 гривен в год на пациента, это ничего. Материальной базы практически нет. Доктора сетуют. Медреформа разрабатывалась в спешке. В первую очередь украинцам нужно выбрать семейного врача. А объективной информации о квалификации медиков отсутствует. Поэтому пациент будет полагаться либо в лучшем случае на собственный опыт, или в худшем – на чужие советы, или на недостоверную рекламу. К тому же на подготовку таких врачей нужны годы. Лет 100 назад, может быть, как-то можно было вмещать земскому врачу те знания, которые существовали. Сейчас, поверьте мне, я терапевт по специальности. И считаю, что терапии, и то это очень много. Очень много. Колоссальное количество современных методов исследования. 30-40 лет назад. Препараты были практически одни и те же, что твоя мать лечила этими препаратами, что ты, молодой доктор, начинал их, или уже вспомнил на слух. То сейчас уже то, что ты 5 лет назначал, устарело. Да и необходимость такой специализации вызывает у врачей много вопросов. Одно дело в огромных областях, там, Прерии, Австралия. Но Украина настолько густо вся населена, и у нее была хорошая структура, в принципе. Центральная районная больница, опорная, областная больница, диспансеры областные. И оно все между собой было связано. Это все рушится. Что касается сельской медицины, специалисты уверены, с такими нововведениями в селах скоро не останется не то, что больница, даже местных амбулаторий. Там идет только закрытие. Все села скидают в одну связку, и человеку нужно добираться по 3-4 часа, чтобы ему дали помощь. Швидка, при тех дорогах, которые у нас есть, она просто не приедет. Просто закрываются мелкие больницы, и говорится, будете ездить в Винницу, будете ездить в Полтаву. Вот и все решение вопроса. Сейчас это просто закрывается, и на их месте, вроде бы так вот по идее, должны открываться амбулатории вот эти семейные. Но зачастую они же не открываются. Кроме того, остается возможность для манипуляции. Опасения вызывают то, что руководство больниц будет самостоятельно распределять средства между медицинскими и немедицинскими работниками, откладывая определенную часть и на финансирование диагностики, лабораторных исследований, прививок, капельниц и прочих процедур. По словам самих врачей, здесь есть простор для коррупции, ведь механизм контроля за подобным распределением средств до конца не выписан. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Впрочем, если не устраивает украинская система медицины, теперь можно будет попробовать британскую. Врачам из Украины станет легче выехать в Англию. Там открывают границы для профессионалов у стран, не входящих в Евросоюз. Почему Лондон решил смягчить для них визовый режим, знает наш субкор Светлана Чернецкая. Заграничным профессионалам станет проще устроиться на работу в Британии. Лондон впервые за многие годы решил упростить визовые требования для высококвалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС. Это в первую очередь касается сферы здравоохранения. На сегодня только в Англии не хватает 10 тысяч врачей и 35 тысяч медсестер. А по всей Британии это число достигает 93 тысяч. И ожидается, что после выхода страны из Евросоюза кризис может усилиться. Сейчас многие вакансии занимают медики из других стран ЕС, которым довольно просто устроиться здесь на работу. Но по прогнозам, после Брексита Британия утратит свою привлекательность для граждан ЕС. И полагаться нужно будет на страны, не входящие в общую экономическую зону, такие как Украина. Мы хотим установить такую иммиграционную политику, которая бы приветствовала людей, желающих сделать свой вклад в развитие страны, которые готовы применять свои квалифицированные навыки у нас. Я четко понимаю, под каким давлением сейчас находится наша система здравоохранения. И сейчас мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в докторах и медсестрах. В последние годы тысячам медиков отказывали в британских визах. И вовсе не потому, что им не хватало опыта или знаний. Исключительно из-за установленного лимита на количество зарубежных квалифицированных работников. В год Британия принимала не более 21 тысячи медиков, инженеров, айтишников, учителей и других профессионалов из стран, не входящих в ЕС. Все из-за опасений Министерства внутренних дел по поводу массовой и неконтролированной миграции. Теперь же из-за критической ситуации в здравоохранении медучреждениям разрешат на 40% увеличить квоту для сотрудников из-за рубежа. Это ежегодно на 8 тысяч докторов и медсестер больше. А поскольку медиков выведут из общего визового лимита, то появятся места для большего количества айтишников, инженеров и учителей. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. 150 миллионов евро в год. Столько может сэкономить Евросоюз, если откажется от заседания Европарламента в Страсбурге и будет работать только в Брюсселе. За это политики борются уже много лет, но только сейчас появились более-менее реальные шансы провести реформу. Елена Промович расскажет подробности. Бродящий цирк Евросоюза. Именно так многие называют Европарламент. Еще бы, эта институция занимает здания в трех городах разных стран ЕС. В Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. В бельгийском здании расположены офисы депутатов. В Люксембурге – секретариат. А во Францию парламентарии каждый месяц приезжают на сессию – голосовать. Такой принцип утвердили еще на заре создания Евросоюза. И последние годы западные журналисты постоянно подчеркивают абсурдность ситуации. Если вы искали причину для Британии покинуть ЕС, можете начать отсюда. Некоторые называют это цирком. Каждый месяц Европарламент переезжает из Брюсселя в Страсбург на неделю, а потом возвращается обратно в Брюссель. Вот в таких коробках. И люди говорят, это фантастическая растрата времени и денег. Оплата билетов для более чем 700 депутатов и их ассистентов, плюс щедрые суточные, перевозка коробок с документами, а еще содержание огромного здания, которое задействовано всего 4 дня в месяц. Цена традиций для европейских налогоплательщиков немалая. И депутаты однажды даже проголосовали за отмену заседаний в Страсбурге. Вопрос, который мне чаще всего задают в моем избирательном округе, зачем нужны два европарламента? Это хороший вопрос. Я предлагаю каждому из вас дать убедительный ответ. Почему мы тратим 150 миллионов евро в год на содержание двух парламентов и разъезды между ними? Но довести дело до конца тогда не удалось. Так как решение должно быть утверждено единогласно еще и главами всех государств. И понятное дело, Франция наложила вето. Ведь Париж получает немалые деньги в свой бюджет за содержание здания. Насущный вопрос стал сейчас, во время переговоров по Брекзиту. Уход Великобритании оставляет в бюджете ЕС огромную дыру. И теперь вопрос отказа от Страсбурга подняла самый влиятельный европейский политик. Немецкая канцлер Ангела Меркель. А чтобы французский президент Эммануэль Макрон согласился, ему думают предложить переселить из Лондона в Страсбург офис какого-нибудь европейского агентства, за которое сейчас борются страны ЕС. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейская берет телеканала Интер. Шестеро детей пострадали в ДТП в Ринненской области. В поселке Мизач легковушка на скорости въехала в придорожное дерево. Пострадавшие это дети, знакомых и родственников водителя. Самому младшему 5 лет, остальным от 9 до 17. Все они в больнице, госпитализированный сам водитель. У него множественные травмы. Полиция выясняет, не был ли он пьян в момент аварии. Экосплав Повалынский. Жители Луцка пытаются спасти местную реку Стыр от загрязнения. Лодки, перчатки и мешки для мусора с их помощью активисты очистили несколько десятков километров реки. Результат видели наши корреспонденты. Пока одни участники экосплава монтируют байдарки, другие взялись убрать берег реки. В радиусе 20-30 метров от места, где мы начинаем спать, мы уже назбивали за буквально 10-15 минут. Три полные мешка сметки. Там разных пластиковых, склотов очень много. Там склотов под алкоголь, пакетов, пакетов и тому подобное. Информацию об акции разместили в соцсетях. Откликнулись почти два десятка жителей города. Юрий, переселенец из Крыма, на Волыни живет недавно. На байдарку садится во второй раз. Говорит, что хочет совместить приятное с полезным. Поэтому эти люди, которые это все убирают после кого-то, безусловно, они молодцы, волонтеры. Надеть спасательные жилеты и пройти инструктаж. Обязательные правила перед сплавом. Працевать вместе в команде. Сзади сидит старший, досвеченнейший или человек. Потому что человек я сильнейший, как ни крути. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты – все это накапливается в зарослях вдоль берега. Активисты метр за метром собирают мусор. По маршруту участников экосплава ждал сюрприз. Местный рыбак Петр узнал об акции. Решил поддержать активистов с берега. Впервые экосплав провели в прошлом году. Организаторы рассказывают, что прежде всего хотели пробудить у жителей области желание сохранить красоту своего края. Преодолели 25 километров, собрали 40 мешков мусора. Экоактивисты надеются, что в следующем году отходов на берегах реки будет меньше. И люди сами начнут беречь природу. Ольга Черебинская, Александра Фетисова, Юрий Фетисов. Подробности – телеканал «Интер» Луцк. И еще одна река тонет в мусоре – Днестера. Вместе с ней и одно из чудес Украины – Днестровский каньон. Горы отходов скопились на берегах. Откуда они? И чем это грозит, расскажут наши корреспонденты. Уникальные леса, целебные источники, крутые скалистые берега и неповторимая природа. Днестровский каньон поражает своей красотой. Но стоит спуститься к берегу реки Днестр, как перед глазами открывается совсем другая картина. Куча банок, пластиковых и стеклянных бутылок. Эти живописные места давно облюбовали туристы, рассказывают работники заповедника. Но после отдыха люди обычно весь мусор сбрасывают прямо в реку, в надежде, что вода унесет его подальше. Пресечь это, уверяют сотрудники, они не в силах. Мы контролируем 250 километров Днестра, и на сегодняшний день не имеем ни одного чулана, ни одного катера. Я на одно раз задавал вопрос нашему керевнисту, скажите, пожалуйста, чем я мог бы контролировать эту территорию? Тазиком, ванемкой, что касается сбора сметанных, это вообще катастрофа. Чтобы избавиться хотя бы от части мусора, работники парка начали акцию «За чистые берега». Пригласили к участию местное население. Горы Хлама селяне собрали лишь на нескольких километрах прибрежной зоны. Только пластика здесь, по меньшей мере, полторы тонны. Мы работаем в 7-е годы, смотрите, сколько мы еще мусора наносили, позбирали, ну, может, где-то 2 километра. Мы не думали, что так, сколько это все насбирает. Почти половину пробрали, и так, очень засмечено. Несколько лет назад жители села Беремяны обустроили на берегах реки вот такие пункты сбора мусора. Сейчас уже 10 точек. Такая генеральная уборка берега в Днестровском устье – единичное явление. Беремяны на сегодня единственное село, жители которого согласились заниматься прибрежной полосой. В остальных населенных пунктах мусор на берегах лишь накапливается. Экологи уже бьют тревогу, предупреждая. Если ничего не делать, седьмое чудо Украины вскоре может превратиться в обычный мусорный полигон. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Тернопольская область. Праздник спорта в Харькове. Местная школа, которая выпустила ни одного чемпиона мира, получила второе дыхание. Многие годы чиновники о ней не вспоминали, и вот недавно издание материально-техническую базу обновили. На отремонтированной спортивной арене побывали и наши корреспонденты. На легкоатлетическом манеже спортшколы ХТЗ идут тренировки. Здесь мы вырастили чемпиона мира Богдана Бондаренко. Это мой ученик вот в этом секторе. Талантливых детей тренеры ищут буквально на улицах. Я в школе на уроке, к нам пришла мой тренер, который меня сейчас тренирует. И как бы он на нас посмотрел и выбрал меня, сказал, чтобы я приходила на тренировку. Хочу как бы попробовать на олимпийскую чемпионку по прыжкам, да, в длину. Больше 30 лет спортивная школа находилась в упадке. И, конечно, уже, ну, спорт не было сложно заниматься. И сложно было назвать эту школу, потому что зимой было холодно, кроме были дыры, особенно манеж, который был, ну, 17 градусов было. Сейчас школу обновляют. Уже восстановили два зала для бокса, тяжелой атлетики и настольного тенниса. Зробим все для того, чтобы было комфортно заниматься спортом. Почали ремонт, почали и уже завершили ремонт даху. Зовнішні всі повністю роботи, внутрішні приміщення, повністю поминяні комунікації. Продовжимо роботу щодо покриття, зробимо якісное и сучасное покриття для біговой дорожки. И будем продовживать ремонтування. Зробимо все в спортивных закладах и спортивных будивлях на 100%. На обновленном ринге юные боксеры фотографируются со своим кумиром, чемпионом Александром Гвоздиком. Александр тоже начинал в харьковских залах. Тогда залы на самом деле выглядели не так красиво, как сейчас. Ну, это, наверное, закаляет характер с детства. Таких условий не было. Чем лучше условия, тем больше возможностей для тренировок. Новых побед пожелала юным спортсменам и певица Злата Огневич. Летом ребята будут отдыхать, а осенью спортарена уже начнет принимать чемпионаты Украины и европейские первенства. Юлия Косян, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. Десятки пилотов и просто любителей острых ощущений поднялись в небо во Львовской области. Там стартовал фестиваль воздушных шаров. На открытии побывала и наша корреспондент Галина Якушко. Центр Трусковца сегодня заполнен огромными воздушными шарами. Сначала все конструкции выгружают из грузовиков, а потом купола раскладывают на площади по специальной технологии. Мы сейчас раскладываем на землю, потом ставим сюда вентилятор, кульку вытягиваем, вентилятором передуваем. Оно потом надувается полностью, полностью, полностью надувается. Мы начинаем ее подогревать, и она стоит до вверх. Несколько минут и шары наполняются теплым газом. Потихоньку они поднимаются и тут же отрываются от земли, чтобы взлететь над Карпатами. Я помощник. Я помогаю папе и Вадику надувать шарики или что-то приносить. Второклассник Андрей приехал на фестиваль со своей семейной командой. Отцом дяди, тетей и сестрой сегодня он впервые поднимется в небо. Можно летать, можно насолодиться, как ты летаешь, можно подивиться на небо, можно подивиться на речки, можно подивиться на дерева очень большие. И нам все это подобается. Главный недостаток воздушного шара – им невозможно управлять. Он летит туда, куда дует ветер. Только по ветру. Мы полностью поддаемся его воле и летим по направлению ветра. Я могу только вверх-вниз управлять и все, и ловить потоки. Здесь около 10 экипажей. На борт они могут взять до 4 пассажиров. Невзирая на высокую цену билета, свободных мест нет. Все раскупили еще за неделю до слета. Галина Якушкири, Голубинка. Подробности телеканал Интервиловская область. Палестинские террористы с помощью воздушных змеев теперь охотятся за людьми. Новый способ использования этих приспособлений выявили израильские военные. Подробнее расскажет Сергей Услендер. Террор воздушных змеев продолжается. Вокруг газы полыхают пожары. Горят поля и теплицы. Хуже всего, что горят леса, где каждое дерево высажено вручную. Пожарные сбиваются с ног, но успевают не всегда и не везде. Кроме того, палестинцы периодически обстреливают места возгорания из минометов, чтобы не давать их погасить. Когда все попытки арабов штурмовать пограничные заграждения и прорваться в Израиль были отбиты военными, палестинцы избрали другую тактику – запускать сотни горящих воздушных змеев и так поджигать все вокруг. Оказалось, что такое примитивное устройство, как воздушный змей, ценой всего в 2 доллара способно нанести серьезнейший ущерб. Власти подсчитали, что урон от поджогов уже превысил расходы на проведение военной операции по отражению попыток прорыва из сектора газа. В правительстве говорят, что все убытки фермерам и жителям приграничных поселений будут компенсированы из государственного бюджета. Для борьбы с новым видом террора в армии создали специальное подразделение, вооруженное дронами. Они перехватывают и сбивают огненных змеев. Это очень непростая задача, учитывая сложность цели, ее размер и непредсказуемость полета. Но мы справляемся. Сейчас идет разговор о том, чтобы привлекать к борьбе со змеями гражданских. Есть очень много людей, которые прекрасно умеют обращаться с дронами и у которых есть своя техника. Впрочем, террористы не собираются останавливаться и на этом. Из газа в сторону Израиля они начали запускать розовые воздушные шары с прикрепленной взрывчаткой. На шарах надпись по-английски «Я тебя люблю». Гражданских просят держаться от них как можно дальше. В ответ военные начали с помощью дронов стрелять в тех, кто запускает шары змеев. В Израиле поняли, что пора переходить в наступление. Сергей Услендер. Подробности в Лижневосточное бюро. Телеканал Интер. Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии. Министры иностранных дел двух стран встретились в одном из греческих регионов. Ранее в Финэскопе договорились, что бывшая Югославская республика будет называться Северной Македонией. Это положит конец 27-летнему спору между двумя странами, а также откроет Македонии путь в ЕС и НАТО. За договор, подписанный сегодня, еще будет голосовать в Македонский парламент, а в сентябре его вынесут на референдум. В Германии громкие кадровые перестановки. Уволена глава федерального ведомства по вопросам миграции беженцев. За что и кто займет ее место, знает Татьяна Лугунова. Временно без руководителя. Глава федерального ведомства по вопросам миграции беженцев уволена. Приемник пока не назначен. В отставку Юту Корт отправил министр внутренних дел Германии Хорс Зейхофер. Из-за громкого скандала, в центре которого оказалось миграционное ведомство. Кресло под Ютой Корт зашаталось еще в конце апреля. Тогда немецкие СМИ сообщили, в филиале ведомства в Бремене на протяжении нескольких лет царил настоящий хаос. Якобы сотрудники этого отделения удовлетворяли ходатайство о предоставлении убежища, даже если у просителей не было достаточно оснований для его получения. И зная про их лояльность, в Бремен даже специально привозили беженцев из других немецких земель. Как только разгорелся этот скандал, работу бременского филиала заморозили. Установили, что с нарушением правил убежище там получили более тысячи человек. Но вот что это было, халатность или коррупция, до сих пор не выяснили. Расследованием сейчас занимается комитет Бундестага по внутренним делам. Депутаты уже заслушали бывшего и действующего министра внутренних дел, а также всех топ-чиновников, которые отвечают за миграционную политику. Но виновных пока не нашли. Пока что мы видим, что проблемы в ведомстве возникли из-за того, что число беженцев резко возросло в один момент. Если в 2010 году Германия приняла 30 тысяч беженцев, то в 2015 в разгар миграционного кризиса к нам приехали 900 тысяч человек. То есть в 30 раз больше. Любой, кто честен перед собой, независимо от того, какой пост он занимает, знал, мы находимся в чрезвычайной гуманитарной ситуации. И политически было принято решение попробовать с ней справиться. А это иногда порождает ошибки. Кто теперь будет отвечать за миграционную политику и возглавит ведомство, пока непонятно. По последним данным, с начала года заявки на получение убежища уже подали 78 тысяч человек. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Вена требует объяснения от Берлина. Австрийская пресса утверждает, что немецкие спецслужбы много лет шпионили на территории их страны. По информации журналистов, слежку вели за австрийскими учреждениями и фирмами, а также за международными организациями, расположенными в Вене. Среди них ОБСЕ, ОПЕК и подразделения ООН. С 99 по 2006 годы в поле зрения немецких спецслужб оказались также 2000 стационарных и мобильных телефонов, факсов и адресов электронной почты. Четверть века после возрождения в Святопокровском монастыре Голосеевская пустыня отметили юбилейно. Праздник собрались сотни верующих. Приехал даже предстоятель Молдавской православной церкви. Все подробности в материале Лины Зеленской. Один из красивейших монастырей Украины сегодня отмечает 25-летие своего возрождения. Праздничное богослужение возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий. Благодарь Святого Духа через нашу мирность. В Голосеевском монастыре покоятся мощи матушки Алипии. С современником она запомнилась крайней аскетичностью, безграничной любовью к Богу и ближним. Монахиня обладала даром исцеления. За каждого человека, о котором молилась, подвижница вешала на шею ключ. До конца жизни ключей стало так много, что они превратились в вериги. Благодаря матушке Алипии многие сюда приезжают. И мы в том числе, чтобы попросить у нее помощи в каких-то житейских делах. Я чувствую благодать, потому что все-таки это святыня. Здесь похоронена такая известная женщина, монахиня. Поэтому я сюда часто отхожу. На территории монастыря находится школа, училище, интернат и паломнический центр. На полном монастырском содержании более 300 подростков. Разделить радость торжества с учащимися и паствой приехали представители науки, культуры и священнослужители иностранных государств. Этот монастырь дорог и для нас, для молдаван, поскольку его основателем является великий митрополит молдо-украинский Петр Мовила. И я думаю, что Петр Мовила, он же возвышал церковь нашу, будучи здесь и в Киеве, будучи в Молдове. И вот мне приятно было прибыть сюда, быть вместе с архиереями Украинской Православной Церкви. Блаженнейший митрополит Ануфрий поблагодарил за возрождение древней обители, настоятеля монастыря Владыку Исаакия и всех верующих, которые молитвой и делом воссоздавали архитектурный ансамбль и духовную жизнь общины. Я хочу всех, кто эту обитель любит, кто сюда приходит, поздоровить с ювелиями восстановления монашеского жития у этих обителей. И нехай молитвами Пресвятой Богородицы Господь укрепляет это место и благословляет это место. И всех, кто сюда приходит и будет приходить для молитвы покаяния, для прославления имени Божьего. Именно в стенах этого монастыря зародилась традиция ежегодного всенародного празднования Дня Крещения Руси, которое украинцы отметят 28 июля, в День памяти святого равнопостального князя Владимира. Лина Зеленская, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. Какая страна приютила мигрантов, от которых отказались Италия и Мальта? Чего не нужно делать на автомойке, чтобы не лишиться машины? И сколько стоит рисунок самого экзюпери? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Масштабное наводнение на северо-западе Индии забрало уже 17 жизней. Ливни вызвали резкий подъем воды в реках и многочисленные оползни. Более 22 тысяч зданий превратились в руины. По меньшей мере 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в палаточные лагеря. Спасатели ведут активные поисковые работы, поэтому количество жертв может вырасти. Вулкан Ла Кумбре на Галапагосском острове Фернандино активизировался. Полуторакилометровая огненная гора извергает клубы, пепло и лаву. Из-за постоянной вулканической активности растительности на острове немного. Однако горячая лава угрожает местной фауне. Под угрозой оказались морские игуаны, нелетающие бакланы, галапагосские пингвины, пеликаны и морские львы. Три судна с мигрантами, которых не приняли Италия и Мальта, прибыли в Валенсию. Таким образом, спустя неделю пребывания в открытом море до Испании добрались все 629 беженцев. Медицинский персонал в комбинезонах, перчатках и масках уже поднялся на борт и проводит первые осмотры. Напомню, 10 июня власти Италии не дали причалить спасательным кораблям и перевели стрелки на Мальту. Мальта, в свою очередь, открывать порт тоже отказалась. Кенийский лагерь для беженцев творит историю. Жители изолированного и маргинального сообщества организовали первый в мире ЛГБТ-парад среди мигрантов. Несколько сотен темнокожих жителей лагеря устроили настоящий перформанс. Танцевали, пели и несли флаги радужной расцветки. Говорят, так хотели продемонстрировать мировому сообществу, что они такие же люди и разделяют западные ценности. В США автомойка расплющила машину невнимательного водителя. Автомобиль въехал под моющую арку, когда горизонтальная щетка находилась слишком низко и преграждала путь. Несмотря на предупреждающий сигнал, водитель раз за разом пытался протиснуться. В результате авто зацепилось за щетку, а когда дал задний ход, арка наклонилась и обрушилась на него. Не оставили никаких шансов. Сурикаты-предсказатели в лондонском зоопарке сделали свой очередной прогноз на чемпионат мира по футболу. В матче между Англией и Тунисом победу одержат англичане. Но не сурикатами едиными в букмекерских конторах тоже ставят на англичан. Сборная этих стран встретится на поле завтра в Волгограде. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова